Ярославцы могут стать донорами костного мозга. До конца месяца открыт прием желающих для стачи крови на анализ. Сегодня в Ярославле стартовала акция «Стань донором костного мозга». Проект реализуется на базе областной станции переливания крови и приурочен к Всемирному дню этих людей, который отмечается 21 сентября. Для многих пациентов с онкологическими и гематологическими заболеваниями единственным шансом сохранить жизнь является пересадка костного мозга. В качестве возможного донора в первую очередь рассматривают родных, которые могли получить от родителей абсолютно такой же набор генетических параметров. Но даже братья и сестры могут оказаться не полностью совместимы с пациентом или вообще не подойти. Однако такие же генетические параметры могут обнаружиться у других людей. Встретить генетического близнеца – это шанс 1 на 10 тысяч. Создавал кровь, уже три года сдаю. И, собственно, услышал про донорство костного мозга. Хорошая вещь. Вот, подсказали в регистратуре, что я сейчас записываю, записался. Четвертое отрицательное у меня группа крови. Вроде как считается очень редкой. Поэтому хожу, помогаю, надеюсь, что кого-нибудь спасаешь за это время. Донором костного мозга может стать любой здоровый гражданин от 18 до 45 лет. Сначала человек сдает кровь и вступает в регистр. Если генетические параметры подходят, то его вызывают в учреждение и еще раз проверяют его здоровье. Далее берут костный мозг. Процедура похожа на обычную сдачу крови. Данные более 1600 жителей региона уже включены в российский регистр доноров костного мозга. Мы обязательно готовим. Почему мы и делаем основной упор на доноров? Потому что люди и так уже пришли помогать. Они помогают практически ежедневно для того, чтобы люди жили. И они очень ответственно относятся при вступлении в регистр. Все, кто вступил в наш регистр, кого приглашали на активацию, все согласились.